Если вас на первом свидании не обзывали... Это лучший комплимент, который я слышала. То есть я пока какашка. Значит, вы просто не встречали Винсента, принца с сайтов знакомств. Убери камеру, я тебе сказал. В поисках реальных аферистов на сайтах знакомств нам попадались тысячи мужских анкет. Но Винсент бросился в глаза сразу. Я, затаив дыхание, написала первое. Главное, чтобы не узнал. И Винсент клюнул. Его фото были неповторимы. Его наряды очень экстравагантны. Его утонченность даже не помещалась в экран. И на удивление он сам позвал меня на свидание. А я? А что я? А я аж бегом согласилась. 12.45 и мы на месте. Винсент будет в 13.00. Последняя проверка микрофона и подслужки. И я готова к встрече с королем стиля. На выборе парка я настояла сама. Ведь мы подготовили фанату моды проверочку. И локацию проработали заранее. Ради ценителя моды я сегодня на высоченных каблучищах, чтобы сразить его на повал. Но наша проверочка уверена, сразит его куда больше. Группа в режиме слежки под видом случайных прохожих. 13.10. Но где же мой принц, любитель моды? О, Кристина. Да? Я Винсент. Здравствуй. Привет. О, модник Винсент пришел в штанах с биотуалетом. Но вот эти, когда непонятно, а это реально сзади конфуз приключился? Или фасон такой срисающий? Никогда не понимал этой моды. Но о вкусах не спорят. А ты, собственно, опоздал. Принцы обычно не опаздывают, это принцессы опаздывают. Если человек опаздывает, это говорит о том, что... А да, он готовился. В микроволновке он готовился. У меня плохое чувство юмора, я поняла. Извини, Винсент. А между нами пробежала искра. Искра неприятия. Я физически чувствую, что Винсенту не понравилось. Равно как и он мне. Прости, раз мы уже здесь шутим. А сейчас шутить буду я. Встань, пожалуйста. Вот знаешь, вот как бы с такими ногами и вот в таком фасончике, ну, как бы шутить вообще не айс. Такие крестьянские мотивы. Вот как-то как из прошлого века. Ты, наверное, на машине времени прилетела, да? Даже не на машине, на троллейбусе времени я прилетела. Ой, а Винсент явно обиделся, что я не оценила его модный лук. Он для меня и пиджак, и леопард, и штаны с биотуалетом. А я не упала от восторга в обморок. Видимо, теперь он будет в отместку меня чморить. Это я только недавно это все купила. Это, в общем-то, не стареет. Ты знаешь, что, крошечка, можно поехать на троеченский рынок, да, и купить себе совершенно недавно костюм Абибас и туфельки Ризбок. Ну, это же не говорит о том, что это круто. Я бы такое не надел. Ну, ты и не влезешь. Извини, у меня плохое чувство юмора. У меня просто икс. Да, встреча превратилась в обмен колкостями. Но Винсент явно не из тех, кто удерет поражением. Я на тебя смотрю, да, мне тебя даже немножечко жалко. Потому что мордашка ничего, фигурка тоже так себе. Но вот еще лепить себя, человека, и лепить. Вот, знаешь, можно из любой какашки сделать бриллиант. Я же тоже сюда приехал не столичным парнем. Я тоже много над собой работал, поверь мне. Это лучший комплимент, который я слышала. То есть я пока какашка. Конечно, какашка затмила все. Но зато я поняла диагноз Винсента. По вот этой фразе. Я же тоже сюда приехал не столичным парнем. Он не местный и к столичной моде подошел по-простому. Чем больше всего модного сразу, тем лучше. Но ведь это надо уметь сочетать. И он уверен, что умеет. То есть я пока какашка. Ну, в этой одежде дам. Но я надеюсь, что когда ты останешься общаться со мной, чувство стиля у тебя станет лучше. А вот и ответ, почему Винсент не уходит. Чтобы научить меня такую всю нестильную быть модной. Ну, кто как не он? Я вот на свои туфли смотрю и просто вот сам себя хаваю от и до. Ну что, ну, во-первых, это стриженный леопард. Это винтаж, который шипованный. Стоят две штуки. И можешь поближе посмотреть. Спасибо. Ты мне так протянул, как королева протягивает ручку на поцелуй. Да, Винсент влюблен в модного себя по самые туфли. Я уже даже сомневаюсь, а осилит ли он нашу проверку. Но мне надо побыть хорошей, чтобы попридержать его до нее. Похвалю-ка его собачку. А ты маникюрщикому, что ли, делаешь? Конечно, не только ему, еще и себе. И так, кстати, познакомься, это Леди Гага. Сработало. Винсент тут же подобрел и запел соловьем, какая классная у него собачка. Чего бы еще такого нейтрального спросить? А ты на самом деле, Винсент? Просто знаешь, что в интернете обычно представляются, какими хочешь именами. Ну вот я, да что ж такое? Ну а что мне, блядь, в таких туфлях Валерой называться? Оригинально. Имя под туфли, такого я еще не слышала. Но не родился же он сразу в леопардовых туфлях. Да, я Винсент. А по паспорту? А по паспорту паспорт оставим в темном углу. Ну, слушай, давай я об этом. Давай прогуляемся. Ой, наверное, наступила на больную мозоль. Надо срочно похвалить его внешний вид, а то еще разобидится и уйдет. Я, честно говоря, даже не ожидала. Ты, я в приписке поняла, что ты вот необычный, что ты следишь за модой, но что ты настолько эффектен. Ну что внешний вид, это же все, это же твоя обложка. Ну вот слишком, Винсент, зациклен на внешнем виде. Прям главная ценность жизни – это увлажняющие масочки и брендовые шмотки. Или я ошибаюсь? Ну слушай, ну а как же просто моральные качества? Ведь не только одежда… Какие, блядь, моральные качества? Ты еще скажи, что, чтобы человек был хорошим. Ты скажи мне, ты там моральные качества себе шестой айфон купишь? Нет. Первое. Он матерится на детской площадке. Какие, блядь, моральные качества? Второе. Пустые понты для него превыше всего. Он мне определенно не нравится. И с проверочкой чувствую, мы угадали. В общем, о таком кавалерии я как раз мечтала. Мечтала не встретить. Скоро и он пожалеет, что встретил меня. Пора забрасывать главную наживку. Тут, кстати, если тебе интересно, тут, кстати, есть прикольный магазинчик в подвале такой, стоковый. Да там куча брендов. Я вообще редко туда захожу, но с тобой я понимаю, как с ценителем туда можно… Слушай, во-первых, тебе нужно туда заходить чаще, а во-вторых, покажи мне это золотое местечко. Я вот тебе как раз туда хотела предложить сходить. Давай. Я тебя туда и веду. Ха, сработало безотказно. Ведь мы еще в переписке поняли, что Винсент помешан на брендах. И что, реально можно урвать какую-то жирную шмотку? Кавалли там попадается? Ну. Слушай, я себе в одном столе когда-то урвал такую сбрую, да, и оказывается, что в этой сбруе на показе была Рианна. Я потом просто был не себя от счастья. Винсент прям преобразился, глаза горят. И теперь он послушно идет за мной, как раз в ловушку. Но ни сном об этом, ни духом. Я надеюсь. А ты вообще телек смотришь? Ну, даже такой продвинутый, такой модный. Ну, фэшн-ТВ у меня есть. Только фэшн-ТВ смотришь, да? Ну, а что еще смотреть? Новости? А так хорошо, что ты смотришь только фэшн-ТВ. Ну, сразу вот на тебе это отражается. Сразу же видно, что ты такой фэшн. Я считаю, что не нужно тратить время на всякие Санта-Барбары. Ну, еще я, например, очень люблю новый канал смотреть. На нем всегда такое все жизнерадостное. Я как-то без него себя нормально чувствую. Боюсь, Винсент, скоро ты пожалеешь, что не смотришь новый канал. Если наша проверка сработает. А мы уже совсем рядом. Ты знаешь, говорят, что как раз вот все самые такие интересные магазинчики в самых таких ненавязчивых местах. Знаешь, как секретные места. Только наше секретное место обтыкано скрытыми камерами вдоль и поперек. Ну что, 3-2-1, проверочка началась. Из крутого джипа выходит крутой дядя. Нам вот так вот надо будет пройти. Слышишь, я тебя на помойке нашел. Ты что, тварь? Ты злой дядя? Я специально обратила внимание Винсента на злого дядю. Ты угомонись, потому что я тебя сам угомоню. В помойке тебя, б***ь, забрал. Ты что, б***ь, я тебя Луи Витон купил за 3 штуки? А злой дядя специально обратил внимание Винсента на Луи Витон. Ты что, б***ь, офигела? Слышишь, б***ь, ты на помойку тебе, твой Луи Витон. Овца. А Винсент четко обратил внимание, куда ушел Луи Витон. Ну что, клюнет Винсент или не клюнет? Ведь купить оригинал Луи Витон за 3 штуки баксов он вряд ли потянет. А в том, что это оригинал, он должен быть уверен. Ведь выбросил дядька на крутой тачке в дорогом костюме. Но мы уже прилично отошли от баков. И тут... Слушай, я тебе давно хотел сказать, но я что-то терпел. Что, что, что? Да, блин, я сегодня угря поел утром. И мне так что-то хреново-хреново. Господи, он присядет, наверное. А что случается? Живот? Боже, такие спазмы страшные ужасы. А ты в аптечку сходишь? Да, конечно. Что-то обезболивающее, чтобы спазмы снимало. Хорошо, ты посидишь, да, здесь? Да, посижу, посижу, да. Хорошо, хорошо. Сейчас я найду минут 10, наверное. Да, спасибо, давай. Я стремительно мчусь в аптеку. И тут оп! Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она. Зачем это ему? Но я убегаю за угол. Теперь мои глаза группа, рассаженная по машинам. Но то, что произошло дальше, не ожидал никто. Винцент внезапно выздоровел и бросился бежать. Вот что Луи Витон, животворящий, с людьми делает. Винцент скачет вокруг бака, как угарь, которого он съел. Или не съел? Он-то думает, что ему хватит 10 минут. Да минут 10, наверное. На самом деле, этот мусорный бак мы подготовили заранее. Мы же не изверги. Достали из него весь мокрый мусор и оставили только сухой. Но разгребли до самого дна. Чтобы сумку можно было достать, только перегнувшись через бак. Что Винцент благополучно и пытается сделать? Нет, мы, конечно, в шоке от увиденного. Но, по-моему, больше всего в шоке несчастная собачка. Тут, извините за трясущуюся картинку, у операторов в машинах началась истерика. Но паника собачки очень отвлекала Винцента, и он снова взял ее на ручки. А чтобы перегнуться через бак, но не упасть туда, сломав шею, Винценту нужно было держаться хотя бы одной рукой. В той, в которой и оказалась собачка. А другой он пытался достать сумку. А так как я могла вернуться в любой момент, он принял единственное верное решение. Не может быть! А что это за х**ня? Это моя сумочка. Давай здесь сумочку, я ее выкинул только что. А ты их что знаешь? А ты знаешь, что зря не смотришь. Новый канал, извини, у меня истерика. А что это за... камеру убери. Убери камеру, я тебе сказал, убери камеру. И гламурный Винцент, попалившись в негламурной мусорке, просто свирепел. Не снимай эту х**ню, не снимай, убрала быстро. И разъяренный боец решил быстро покинуть поле боя. Дорогой Винцент, ты хоть скажи, как тебя на самом деле зовут? Я уверена, что не Винцент. Меня не зовут, я сам прихожу. Тебе помочь вылезти? Давай я собачку хоть подержу. Убери, блядь, эту свою камеру. Я тебе сказал, убери. Такая за, блядь, горимая. Химчистку могу подсказать. Неплохую. А вы бы залезли в мусорку за Луи Виттон? А ваш молодой человек? Юная леди. Вот. Все, вы наши люди, смотрите новый канал. А глядя на Винцента, хочется добавить, что иногда мусор не в баках, а в нашей башке. Но мы-то с вами ценим не то, что снаружи, а то, что внутри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok